Почти 4000 казахстанцев обратились за помощью к юристам онлайн. В чем преимущество консультации в интернете? Все подробности о проекте в программе «Цифровой Казахстан». Желание помочь обернулось против осель. Жительница Нурсултана одолжила 700 тысяч тенге подруги, попавшей в трудную ситуацию. Половину этой суммы девушка взяла в кредит. Вторую часть дала семейных сбережений. Подруга обещала вернуть деньги в течение двух месяцев, но пропала почти на год. В начале лета 2019 года я позвонила и попросила написать расписку о том, что она действительно взяла у меня денег и что вернет мне в ближайшие сроки. Она написала эту расписку и год и шесть месяцев она молчала. Я, получается, сама оплачивала ее кредит, брала деньги с нашего счета с мужем. Терпение осель закончилось и она начала искать юриста, чтобы вернуть свои деньги. Найти подходящего специалиста за короткое время ей удалось через специальный сервис от казахстанских разработчиков. На одной платформе они собрали больше тысячи юристов. Чтобы проконсультироваться у кого-то из них, нужно оставить заявку на сайте. Специалисты, в компетенцию которых входит опубликованный вопрос, предложат свои услуги. Откликнулось там около 10 юристов, а я уже сама просмотрела подходящего под себя. Они там предлагали свои цены, свои услуги. Я посмотрела отзывы, посмотрела рейтинг самого юриста в приложении «Занбар». И выбрала, он мне уже сказал дальнейшие мои действия, что будет и как. Удобство сервиса заключается в том, что консультацию по всем правовым вопросам можно получить, не выходя из дома. Тут же сравнить ценовые предложения, выбрать наиболее оптимальный вариант и просмотреть рейтинги. Юрист предложил осель заключить медиативное соглашение. Учитывая то, что подача иска в суд может занять определенное время, свыше двух месяцев, учитывая то, что можно на это потратить много времени и нервов, я предложил осель моему клиенту решить вопрос мирным путем, путем подписания медиативного соглашения. Две стороны встретились с моим участием уже в качестве профессионального медиатора. Они согласовали график погашения задолженности. И впоследствии в течение двух недель было подписано медиативное соглашение. В рамках этого соглашения стороны договорились, что осель вернут долг в течение полугода. С помощью цифрового сервиса Еркомбек Назарбеков за 4 месяца помог уже пяти казахстанцам. Практически все виды услуг в правовом поле на сегодняшний день доступны онлайн, отмечает юрист. Поэтому во время карантина сайт стал для него удобной площадкой для поиска клиентов. С учетом пандемии коронавируса и клиенты, находящиеся в любой точке Казахстана, а также юристы, адвокаты, которые могут проживать практически в любом городе Казахстана, могут найти друг друга и путем сотрудничества решать свои вопросы. Разработчики запустили этот сервис, чтобы сделать юридические услуги доступнее для населения. Еще одна задача проекта с помощью технологий – повысить правовую грамотность казахстанцев. Поиск юристов происходит в один клик. В первую очередь для того, чтобы юристу работать и находить заказ от своих потенциальных клиентов, необходимо зарегистрироваться на платформе. Любому юристу необходимо указать все свои личные контактные данные, указать именно сферу оказываемых услуг. И, соответственно, по мере поступления заявок, юрист открывает приложение, которое находится в смартфоне, выбирает заявку, изучает. Если она ему, грубо говоря, нравится, либо заинтересовала, то он уже связывается непосредственно с потенциальным клиентом, либо клиент звонит к юристу. И после переговоров они начинают работать. За последние полгода в Казахстане выросло число бракоразводных процессов. Каждая третье онлайн-обращение к юристам касается раздела имущества и оформления алиментов. Часть дел связана с выплатами денежных займов. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. О подробностях вы сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова